Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают в своей политической технологии? Тогда это было каким-то удивлением, я стал и России особенным удивлением, то есть увидели, испугались и побежали вслед, ну а теперь это уже в полную силу используется, безусловно, всеми политическими силами, сразу в степени разумности, безусловно, сразу в степени интенсивности, ну и, наверное, за этим будущее, как за информационным пространством, которое все больше и больше превалирует, на самом деле, то есть телевизор, радио, эти вот архаические вещи, да, вслед за телеграфом, наверное, ведут в прошлом, вслед как, условно, если говорить об обобщении каких-то, а если говорить об конкретных вещах, которые сейчас происходят в информационном пространстве, в сетевом пространстве в стране, ну, наверное, лучше конкретизировать вопрос, то есть, скажем, что считать технологиями, что не считать технологиями, что является распространением информации, а что есть препятствия к этим, то есть, наверное, тут надо все-таки сегментировать эту тему. Вот наши гости иностранные ушты, хотел тогда добавить, тот момент, когда уважаемый госпожа говорил, что СМИ искажают выборы, не позволяют нам сделать правильный вывод, на всякий случай скажу, что семья Ортега, правящая семья в Никарагуа, владеет тремя из девяти национальных телеканалов. То есть, ну, чтобы мы понимали, что все-таки СМИ, они пытаются регулировать. Но тут мы далеко не ушли, на самом деле, от Никарагуа. Не знаю, кто из нас друг друга гоняет, но напомню, что семья, владеющая властью в России, тоже, в общем-то, контролирует основные СМИ и, соответственно, также обвиняет своих оппонентов в том, что они искажают информацию. То есть, почему вы в процессе? Да, у нас не Китай и не Белоруссия. Я был в Китае и Белоруссии, и интернет там практически не работает. То есть, те каналы, которые хочешь почитать или посмотреть, их там просто нет. Ты просто вебиеном не увидите пользоваться. Мэйби, мэйби. Шамиль Евгеньевич, как прокомментируете, вы у нас тоже активный блогер. До общественной палаты вы поражали наше общество своими публицистическими, горячими, яркими материалами. Публицистическими, да? Да, да, да. И очень сильно раздражали предыдущую действующую власть. Сейчас у вас с нынешней властью полный консенсус. Наверное, вы в ближайшие несколько дней станете депутатом государства, думаю, или не станете в том государстве? Сейчас этот вопрос решается. Стану или не стану? Где? В каком кабинете? Это решается в синих кабинках. И я на ней очень надеюсь, что подавляющее большинство жителей Машкорстана, граждан России придут и сделают свой выбор за будущее республики. И результаты не удивляют, но предсказуемые как по мягке, так и по, скажем так, по голосованию за кандидатов и партии. Предсказуемые кем? Предсказуемые, традиционные, для Машкорстана. Высокие, хорошие, качественные будут результаты. Ладно, больше не буду продолжать, а то сейчас... У меня есть определенные ограничения. У меня тоже внутренне моральные, поэтому... У меня не по закону, просто. Что касается заявленной темы, есть что сказать, но два аспекта. Первый. Это одна из последних компаний, избирательных, которая делается наполовину аналоговыми средствами, наполовину цифровыми. И все больше, в том числе и в Ашкорстане, проникает диджитал технологии, с помощью которых идет воздействие на умы и разъяснение позиций различных партий и отдаводатников. И в принципе мы в мировом тренде, может быть, с некоторым там дилеем, отставанием, но в Ашкорстане все как во всем мире. Останется ну, порожки пока останутся, останутся какие-то плакатики, но время основных носителей и ресурсы основных носителей политическая реклама забирает. диджитал. Это все понятно, вы каждый день этим пользуетесь, вы каждый день видите не только коммерческую, но и политическую рекламу. Второй аспект, мы двигаемся с ними милиными шагами от представителей демократии, которым живем, к прямой демократии. То есть очень скоро, через десятилетие возможно наступит такой момент, когда мы не будем раз в 4-5 лет выбирать самых лучших для того, чтобы они отображали наше мнение и отражали наши голоса, а через какое-то время мы будем голосовать через госуслуги, так как это по телевизору вот был прогноз, что мы по телевизору голосовать будем. По телевизору так и идите, но нет, сегодня мы уже увидели, что президент страны проголосовал электронным образом к электронной системе, ну где темные электрические силы, да, которые за нами матрица вы имеете матрица, да, к ней предстоит выработать, ей предстоит выработать, ну в первую очередь у старшего поколения, потому что у молодого поколения есть проблем с тем, чтобы где-то заинвестироваться и куда-то нажать вообще никаких нет. где гарантия, что эта матрица не выберет за нас там какой-нибудь, не знаю, фашисты. Ну вот я тоже слышу оттенки недоверия к той системе, которой воспользовался президент страны, не едали, как несколько часов назад. Не зили меня только что публично. Эдуард Сагидович, ваш комментарий, вот Шевеля Эмзич попросил, можно как меня от Патрилицына подальше посадить, чтобы не подрались, наверное. Эдуард Сагидович, вы как рефери посередине, у вас платочек такой, как в судье. Ну что, я вот что хотел бы сказать. Да, вот, появление интернет-технологий, микрофон помнишься, интернет-технологий, но является, я полагаю, я студент об этом говорю, таким ноу-хау, таким событием в жизни на все человека, если таким был первый печальный станок, первый ранний эфир, потом телеэфир, и вот, в ряду вот этого и стоит появление интернет-технологий. Но если, с тремя предыдущими моментами, дело обстоит в целом нормальном, и вот с интернет-технологами, с сетевыми технологами, и прочими вещами, о чем говорили мои коллеги, дело обстоит далеко не так радужно, как кажется. и первое дело обстоит в том, что в полной мере со всеми оформлениями средств образной информации, они еще не институтализированы. Мы много спорим, но полноценного, окончательного точка в законодательном оформлении прав, статуса, принципов работы организации пока нет. Вы удивитесь, насколько быстро это произойдет. Хорошо, хорошо, хорошо. Я пользуюсь. Я пользуюсь. Я говорю. Это пока на данный момент является, на мой взгляд, главным пределством. Президент уже проголосовал. Это первый раз. Вы же второй раз пытаетесь нас унизить, Шанин Леонидович, что президент там проголосовал, а мы этой системе не имеем. вопрос. Президент вообще впервые компьютеры увидят в Москве в Москве, да, и обалдел. То есть, как известно, он вообще не пользуется. Это там под тыл, Андрей Страсов. Телефон у него не сдать. Человеку это глубоко отставить. То есть дело далеко не будет. Равняться на Владимира Путину нам точно нет смысла абсолютно. Нам нужно равняться на поколение, которое в зале здесь сидит. Второй момент. Второй момент с этим связан. Вот далеко, значит, вы, это иллюзия того, что вот интернет воспринимается всем населением. Бурал, все прекрасно. Совершенно правильно. Вы в той части сами опомнились, что надо преодолевать недоверие. Недоверие кого? Недоверие кого? Я так понял, что у вас. Пока, пока, пока. Дело идет о том, что мы, самая активная часть нашего литерата, это у нас кто? Эпицидиум. Люди достаточно, ну, взрослые, которые плохо владеют, технически владеют. И, во-вторых, и моя мама с вами в фейсбуке готовы подспорить. У вас своя мама, у меня своя мама. Даже у нашего президента, когда происходит его совещание в режиме онлайн, зачастую сбой дает крепкий. А что же вы хотите, чтобы там... Я вас уверяю, что из тех стран, где мне удалось побывать, в России один из самых лучших доступов к широкополосному интернету, мобильному интернету. Об этом заявляет руководство страны, но не больше. Об этом заявляю я. пользователь, активный пользователь. Хорошо. А я заявляю вам, а я заявляю вам, как преподаватель высшего учебного заведения, объявляю. И вы сейчас, год прошлый проучились в режиме онлайн, и сейчас учимся. Давайте я рассужу. Я все слушаю. Потому что, на самом деле, действительно, Россия, это страна очень отставая по части распространения и, на самом главном, равномерности распространения этого интернета. То есть, 30% школ в Российской Федерации не имеют тот теплый туалет. О каком вы интернете говорите? Можно не иметь теплого туалета? Да, безусловно. Можно не иметь теплого туалета, но там даже нет сотовой связи. Не то, что интернет. Ладно. Речь идет о другом. О том, что вот я соглашусь с уважаемым профессором, в том смысле, что на самом деле для внедрения, полноценного внедрения этих всех технологий необходимо некая внутренняя этика. Во-первых, нужно привлекать туда профессионалов, а не случайных людей, как это сейчас у нас часто и случается. А самое главное, нужно дождаться смены поколения. Потому что только поколение личного по-настоящему воспринят. Вот действительно, наши мамы и папы, они, возможно, у кого-то хорошо, у кого-то плохо адаптировались. Шамиль смог научить свою маму пользоваться Фейсбуком. Многие не смогли этого сделать, многие не захотели. Безусловно, это вопрос времени. То есть, конечно, должно быть не на самом деле. Просто расширить и открыть школу блогеров для пенсионеров, и все будет в порядке. Евгений Пуцуев в этом зале, а на все. Ну и последний момент, можно я скажу. Вот ситуацию конкретную привожу. Вот наш университет сформировал заявку на приобретение различного рода аппаратуры, на стоюме которой можно осуществлять, собственно говоря, интернет-вучение и так далее. И мы получаем, мы получаем сегодня документ, документ, правительственный документ, который обязывает, по крайней мере, я знаю, что отношение бюджетных учреждений, которые распоряжаются кузберными средствами, приобретать эти вещи только при наличии не менее половины оборудования нашего отечественного производства. Ну, друзья, телевизор, всякие передачи, айфоны, камеры и все прочее, пока у нас даже аналогов у нас есть прекрасные образцы победы и импортозамещения, которые касаются продовольствия, ситуации, которая резко изменилась в пользу отечественного производителя за последние 7 лет. Макароны вполне могут заменить видеокамеру, но, к сожалению, мы не делаем видеокамеру, мы свернули лунную программу буквально вчера. Россия технологически отсталая страна. И здесь нужно идти путем нераздувания. Нераздувая щеки, например, замечательная страна Америки, которая не производит автомобили, вовсе не тяготится этим вопросом, прекрасно пользуется иностранными автомобилями и делает что-то свое очень хорошее. Вот этим путем нужно идти. Тут я с уважаемым профессором соглашусь в том смысле, что если мы хотим, не отклоняюсь от темы, если мы вернемся к интернет-технологиям, а не к открытой пропаганде успехов в Российской Федерации воображения Шамиля, то тогда нужно говорить о том, что нужно просто смело, спокойно воспринимать опыт Запада, который действительно ушел далеко вперед. Нужно воспринимать это и нужно использовать это. Мы находимся на самом деле очень выгодной позиции. Здесь речь идет не о беготне за Западом, а речь идет о том, что значительно проще воспринимать уже наработанные технологии, так как делает, например, Китай и многие другие страны. То есть не нужно изобретать колесо, не нужно изобретать велосипед. Нужно садиться и ехать, причем при этом они прошли этот трудный путь, изобретение. Мы всего лишь должны заплатить за технологию. Но это то, что касается технологической стороны. Мы вернемся все-таки. Я бы хотел один вопрос поднять, с позволения. Учили, никогда не отдавая микрофон. Я понял, что у моих учителя были правы. Три микрофона и все, невозможно, слово знали. Так вот, вопрос этический, который обсуждается сейчас широко, и вопрос регулирования интернет-среды, к которым мы должны, наверное, все-таки прийти. Сейчас государство предпочитает карательное регулирование, то есть запрещение этого, запрещение того, а на самом деле требуется выработать сбалансированные нормы поведения, нормы вообще пользования этой средой. То есть существует закон о СМИ, например. Ну, например, всегда писать, как будто ли трезвый. он всегда этот закон о СМИ, да, шага, я понимаю, вошел, пока, да. Так вот, значит, закон о СМИ регулирует деятельность СМИ. И все СМИ уже давно к этому привыкли, вот Азамат не даст соврать, он работает там давно, никто не оспаривает, то есть все понимают, что может делать газета, журнал или телеканал, что нельзя делать и так далее. Вот этих правил, к сожалению, пока в интернете строго не выстроено. Существуют только некие карательные такие моменты, они очень такие фрагментарные, того же бессистемные и так далее. То есть необходим вот этот закон, значит, я не знаю, доберется ли Шамиль в этом году в Государственной Думе или не доберется, но вообще, в принципе, эта задача, наверное, ставится перед Государственной Думой нового созыва, которая у нас сейчас возревает в этих кабинках за шторками. Вот она, на самом деле, должна активно этим заняться, но очень хотелось бы, чтобы этим занимались люди компетентные. Ни агитаторы, ни пропагандисты, ни ведущие первого канала вот эти сумасшедшие одержимые люди, а именно вот люди профессионалы, которые смотрят еще первого же на анимацию этим. Даша имеет, конечно, я смотрю первый канал, потому что противника надо знать лицо. Вот. Соответственно, вот это большая проблема, которую надо решать. Проблемы этических правил внутри интернета. Тогда мы придем в более цивилизованной форме, в том числе и на предвыборных компаниях. То есть, тогда будет понятно правила игры, когда будут распределены полномочия и возможности, вот тогда мы придем в некой гармонии. это как образ этого будущего. Он всех участников. Конечно. И в равности их. Конечно. Андрей, а вы сколько исков уже получили за свои выпуски ответа политики? Я ни одного не придрал. Не сказали, сколько получили, но ни одного. Что бы 7-8. Хорошо. Ну, согласитесь, что телевидение, я уж за свою заступлюсь, отрасль, да, сколько 30 лет работают в этой профессии, что телевидение все равно верит больше, заказывает. Все равно верит больше, чем интернет. На самом деле, нет. Вот вопрос доверия, он очень сложно измеряем, конечно. Ну, то есть, и вы, и я имеем здесь субъективной точки зрения. То есть, она такая, скажем так, ненезависимая. Но, на самом деле, замеры и исследования показывают, говорят о том, что, конечно, телевидение в том классическом виде, который мы его имеем, сейчас все еще и не имеем. уходящая площадка с точки зрения новостей. Больше люди смотрят кино, какие-то ток-шоу, еще что-то. Но это объективно, то есть, это нормально. Дело в том, что вопрос в другом. В каком виде телевидение перекочует интернет, потому что телевидение туда уходит. Тогда уж напечатанные издания в разных странах уже давно, в основном, ничего не печатается. То есть, магазины существуют. В ведущей мировой СМИ существует в интернете. Причем во многом они сохранили свой дух и свою математику. То же самое с учеником с телевизором. То есть, он идет в интернет. Будет ли это какой-то, ну, как-то, условно-то, аналог? Это как-то расширится, безусловно, наверное, расширится. Это тоже вопрос технологии. Но фейков в интернете все равно больше, и они очень влияют на выборы. Ну, последняя история, там, которые произошли в республике, потому что это же все... проблема фейковых новостей, конечно, всеобъемлющая и всемирная, безусловно, но на самом деле это модель общества. То есть, так как люди присутствуют в интернете в основном персонально, то есть, вы заходите в свою ленту, там, в своей социальной сети, у вас там есть какой-то набор друзей, и все что-то пишут, говорят, там, ну, не знаю, как это правильно характеризовать. И действительно, среди всего этого полно всякого бреда, ну, недомыслия, каких-то там ошибок и прочих вещей. Но это ведь не повод для того, чтобы, условно говоря, их всех посадить, наказать или оштрафовать. То есть, даже если ваш сосед вам скажет, что, знаете, там, шпионы воду отравили коньяком, ну, вы же ведь просто выгнетесь, да? Но это вам нет, мы по крайней мере попробуем. Ну, это точно. Смотрели за быстро. А замокрыли. Ну, это как раз вам только для того, что как раз не урегулировать. Если бы это было урегулировано, то уже это, чтобы на... Тут еще нужно поднять такую тему, что регулировать нужно не все. Условно говоря, когда человек идет по улице, он подчиняется правилам дорожного движения, то есть, пересекая поседатор, вернее, там, перекресток, светофоры, и так далее. Это его персональная ответственность, и так далее. Но он не отвечает за прочие аспекты, которые вокруг него. То же самое здесь. Если это СМИ, то у него одна ответственность. Если это гражданин, у него другая ответственность, эти вещи тоже должны быть очень дифференцированы. Сейчас пока с этим очень плохо. Но все-таки идет эксперимент. Главное российском голосовании было два субъекта Российской Федерации, где было голосование сейчас вроде как больше. Я думаю, что будет постепенно пронастать, но пока мы останемся в гибридной системе, где есть его голосование, онлайн голосование. Я бы хотел еще отметить один момент и согласиться с моим другом Андреем по поводу того, что интернет должны регулировать не только компетентные органы, но и компетентные люди. И с тем, что ну есть один тонкий момент, который я попытаюсь выразить, несмотря на свое простонязычие. Интернет это быстрые реакции. Это люди, которые ну скажем так, моментально реагируют и быстро забывают. Бывая новость, живет два дня, бывает сплетня, распущенная на каком-нибудь. плохонько мне только дали, ну вот она живет два дня еще. А потом, скажем так, она теряет актуальность, замещается новой информацией. Вот. И благодаря вот этому подходу и благодаря тому, что молодые люди в телефонах, они не могут сосредоточиться долго на какой-то значимой информации. И есть опасность, что интернет, голосование будет способствовать принятию очень быстрых эмоциональных решений. Ну еще есть такая как бы разница между ну сетевым образом человека, сетевым поведением и живым поведением. Ну оно примерно на расстоянии вытянутой руки. То есть может ли человек смог подать подлагу в заднем морде за свои высказанные или нет. Это определяется тем в интернете происходит или живее. Я посмотрел вы все с бородами и все с сами. Только ты азамат безопасности. Да, Так что хорошо, что это не у меня. И что вы этим хотели сказать о худшем смысле? По-моему, очень определено несказался. Была предвыборная агитация, так понимаю. Ну вот сейчас поднял шабиль правильный интересный на тему различия образов человека в жизни оффлайн и в образе его в оффлайне. Это на самом деле тоже проблема. Может быть она не очень близка к тому что мы сегодня обсуждаем. то есть технологические вещи. Но безусловно пересекается. Вот поведение людей в сети действительно разительным образом отличается от его реального поведения человека в жизни и в сети. Ну многие выдумывают себе какие-то образы там многие себе выдумывают то что у них нет или не хватает в жизни да или там то чего они не добрали себе в жизни они добирают по крайней мере собственного воображения в интернете. И это наверное проблема то есть в том смысле что я не соглашусь с Шамилем что быстрое принятие решений может влиять на избирательные результаты в том смысле что если мы фантазируем говорим о виртуальной избирательной кампании а потом о виртуальных выборах которые ранее не может случаться мы понимаем что эта избирательная кампания все равно будет длиться какое-то время в интернете то есть мы только поменяли площадку а вот эта разница восприятия человека себя в сети и вне сети может действительно сыграть злую шутку то есть с результатами по крайней мере но здесь может быть она не очень будет злая потому что если контроля за выборами не будет совсем как сегодня мы видели когда бюджетников с утра погнали на участке и заставили соуфиться отправлять в отдел кадров то есть вы называете отсутствием контроля да значит когда они называют это отсутствием контролем некоторые персонажи несколько десятков назад называли неким ордунгом ну и так далее но здесь действительно партия власти конкретно рискует тем что если человек будет голосовать у себя том условно компьютера то никакой салфак уже не поможет то есть ну можно сделать скриншот экрана конечно и попросить отправить в отдел кадров но технологии есть технологии здесь действительно можно на месте не стоят да и тут они конечно рискуют утратить физические контроли потому на предыдущий вопрос отвечаю я думаю что нынешняя власть в России не будет торопиться полностью оцифровать выборы потому что нужно все еще держать под контролем вот эту массу идей ну а еще плюс к этому вот эти отсутствие теплых туалетов и интернета тоже сыграет свой роль потому что в отдаленных регионах России там мрак полный все больше и больше людей зарабатывает в интернете пока еще обходя на область законодательства но тем не менее донаты я думаю что все это очень скоро станет прозрачным это уже стало прозрачным потому что по крайней мере ведущие платформы уже они автоматически как бы и работодатели в России ведущие платформы они все это дело уже под налоги заводитают чисто но это на самом деле малая проблема Андрей вы поняли что он ваше столово безуспешно пытается ерничать и чего-то там намекать на что-то все эти старые обиды я не сержусь на нас шамиль может к теме вернемся и предвыборную агитацию тоже закончили я кстати напомню что есть такой нобелевский лауреат зовут Даниэль Каннеман который получил свою премию мира за то что поэкономите что несмотря на то что вроде как мы разумные существа выбираем машину и квартиру разумных данных но появляется разум но тем не менее выбираем на эмоциональном уровне появится машина допустим красного цвета или квартира с видами на мечеть Аррахим и сразу стоимость увеличивается и желание купить тоже я противостройщик того не знаю Генри Форд сказал помните говорил что нет лучше машины чем машина черного цвета вот на самом деле сейчас уже черный цвет мало кого привлекает людям нравятся и розовый и красный и небесно голубой и даже оранжевый вот я про то что согласен с Шамилем что эмоции это все-таки вот на выборах это наше все я вот голосовал если честно эмоционально сегодня я вот тоже прошел 8 утра как бюджетник да я пошел и проголосовал по столу и проголосовал за Единой Россию я не скажу я не скажу я не скажу за кого я проголосовал но я проголосовал честно скажу я его пост опубликовал в инстаграме за Павла Качкаева и за Валериана Гагина то есть за людей кого знаю потому что я вот если честно ну наверное скажу 9 минут на закрытую банальную банальную вещь я все-таки голосую за людей а не за программы и партии это тоже эмоционально голосовать условно это очень понятная человеческая вещь по-настоящему я не скажу я не скажу